И вот по утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве на межах такая сильная, что до неё было боязно даже дотронуться, забанка и майган, мокрые, по-хозяйски только немножко пугливо, прошмыгивали в сене и скрывались за лестницей, каждый с мёртвой птицей в зубах. Ну, какие! Тяу-тяу! Ну, а я просыпался раньше всех, и я бежал смотреть. Оба кота были чёрные. Чёрные! Они всегда встречали меня молча, покорно отдавали самую большую добычу. Именно мне. Заранее зная, что мне она не нужна, и что я её скоро отдам. Однажды майган с охоты не пришёл. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а ещё крепче схватил её, сверкнул в темноте зелёными глазками и вылетел из сеней. Только один хвост большой, как у лисы, мелькнул над порогом. Ага, хвост пистолетом. И я догадался, что с майганом что-то случилось. Но почему-то так рассердился. Почему так рассердился Забанка? Ну, почему? Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, весь промок, а Забанки нигде не было. Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, весь промок. Так, да, опа в мыле, голова в цветах, а Забанки нигде не было, нигде. И до того скучно у нас стало, что бабка сказала. И кому помешали только, загрыжут теперь мыши. И дед отбросил недоплетённую корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня. А? Если ты не приведёшь к вечеру Забанку, выгоню к чёртовой матери. Будешь ночевать за праслом. Понял? Чи не? О, да. Забанку дед любил больше, чем майгана. Больше всего. Забанка никогда ничего не трогал. Никогда воспитанный собака. А майган даже в шкаф залезал, под низ. Там он разгибался, горлочи, крынки опрокидывались, и молоко выливало вся. И если майгана заставили на месте, он никуда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал своего наказания. Но его никто не трогал. И он надолго переставал проказничать. Он всё понимал. Но Забанка так и не приходил. Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. И всё. И я очень жалел Забанку и майгана. И не трогал эти перья. Перьишки. Только ненадолго брал самые разноцветные, самые-самые. И водил ими по своим щекам. Перья так щекотали, и я смеявся. И тогда дверь открывалась, и сначала показывалась эта длинная, похожая на саку борода, а затем сморщенный, замусоленный рукав. И дед подкладывал под дверь чурбак, и глаза его в темноте поблескивали так же, как и в тот раз у Забанки. — Ты на что взял? — слышал я уже в который раз. — Ты на что взял? А скажи? На что? — А ну положи перо. Положи, тоби кажу. — Почему не в яслях? — А? — допытывался дед. — Ух ты, дед, ну дай потрогать. И я только пожимал плечами, глядя на деда, и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про эти перья, и скажет именно примерно так. — А ну, а ну ответь. — К широкой паде, где лес Медуница, как пойдешь? — По солнцу или против солнца? — А? — Да, дед два раза водил меня на это самое место. Два разей. Он говорил, что кроме него, да и придавленного в прошлом году лисиной старого торха, никто не знает леса Медуницы. Никто. Мы до обеда плутали по Качкарнику, несколько раз переходили по упавшим деревьям речку, шли где-то вдоль горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и словно налитым молоком высоких кустов волчьих ягод. — Не трогай! — заранее говорил мне дед. — Не трогай! — Це отрава! Не чипай! И он делал еще шага три, протягивал руку и застывал на месте. И мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос прямо из-под земли. — Вот оно! Колдовское царствие! Хе-хе-хе! Царствие небесное! Я слышал от деда, что если побудет здесь плохой человек, если побудет, срубит или сломает какое дерево, то росами дуниться не придет больше, то и леж весь засохнет. И я осторожнее действительно пригибал к себе веточки. Осторожно! А дед молчал. Он ни о чем не спросил. Ни о чем. И нисколечки не сердился. Такой у меня дед. А только сказал. — Не трогай! Не чипай перья! Пошли в лес. Лоза закончилась. Мы горевали все лето, что пропали за банкой Майган. Все лето. Как е. Бабка говорила, что надо взять другого, но дед никак не соглашался. Ты шо? Подождем. Майган, может, и не, а за банка точно придет. Точно. Подождем, бабка. Подождем. Тву маму. И как он угадал, но только все так оно и вышло. Да ж надо, как дед угадал. А то я и е, дед. С войской монаком после дождя мы собирали за мостом дикий лук и увидели, кто-то так и мелькает по второй дороге, что возле старой дегтярни. За банка! Чуть не закричал я. И присел в кочках. И погрозил монаку, чтобы он сидел потише. Ты хше седы. И вот они, огороды. А за банка шел долго-придолго шел. Ну, че так долго? Че тянешь-то, а? Мы с монаком крались подальше. Ну, так оно и есть. За банка! Он свернул по нашей тропинке прямо к бане и быстро побежал по огороду. Монак и я тоже припустили. За банкой оглянулся, распушил свой хвост и в один прыжок очутился в приамбарке. И мы окружили за банку. А я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Он стал тяжелее и вроде даже одичал. О-о-о! Совсем дикий! Ну, какой отшельник! И только пустили его в избу, он кинулся сразу к окну. Прыгнул на середину пола, и стал подкрадываться к столу. Все, уже лезешь! Что такое? На столе, кроме черемши, ничего не было. Ну, что такое? За банка схватил пучок и спрятался себе. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитые урчания. Дед налил в большую чашку молока. За банка не подходил. Видно, отвык. Ну, или, может, боялся. Тогда дед взял и пододвинул чашку поближе. Поближе. Бачишь, де стоить. За банка обнюхивал чашку, фыркал, а потом шерсть на нем поднялась дыбом, и он стал пить. Вот то. И дед уже опорожнил горлач, а в чашке снова было пусто. — Старая, — кивнул он. — А, стара, чё ещё кажу? А ну, подай-ка вон то, утрошнее. И за банка неохотно лакнул языком раз, потом другой. Внимательно, мне показалось, мокрыми глазами посмотрел на всех нас, но больше всё-таки на деда. Всё-таки. И мы снова услышали, как будто редкое пожуркивание ручейка. — Ну, куда ему столько? — раскрылись глаза у Монако сразу же. — Ага. — Не жалей, — швитился дед. — Нехай пьёть. Всё равно, когда не зацвёл ещё багульник, и за мостом через всю стлань стояла невысохшая от весны лыва, всё равно за банка ушёл. Каждый год так было. — И шо ты будешь делать, а? И только к осени возвращался за банка. Только к осени. — Вот такая у меня банка. Вот такая. И ничего не сделаешь. А если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что за банку поймал филин. — Филин? — Именно такой птиц. Монако с бабкой думали, что за банка остался на зиму в норе у барсука или прогнал белку. А дед, дед всё помалкивал. — Дед, дед всё знает. Однажды осенью к нам приехала тётя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплота чумодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони, и с криком «Тётя Гаша приехала!» Я выбежал из избушки. «Тетя Гаша! Тетя Гаша!» — приплясывал я и ожидал от нее леденцов, как обычно. «Медвежонок!» — смеялась она и расставляя свои руки. «Только меня теперь зовут не Гаша, а Галина!» И тут же в моем кармане очутилась целая горсть леденцов. «Ага!» Я все время забывал новое Агашино имя. Ну вот все время забывал. Нема памнити на это имя. И тогда она переставала смеяться. Сразу же. «Не отдам!» — сердился дед. «Школа тут и у нас под боком е! Не видам!» Ну, потом сдался, потому что бабка поплакала. И через полчаса я побежал открывать большие ворота. «Ну, шо там?» «Справлюсь!» — ворчливо сказал дед. И мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на один осевший створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, что он бороздит землю, ну, точь-точь, как хромая нога у немого инвалида Гошки. Ха-ха! Точь-точь! Такая нога! Кочерга! Дед подвел в поводе, мотавшего шею с белой челкой жаребчика, к самому крыльцу подвел, так что заходить в избу надо было сбоку, сгибаясь под полкой с ведрами. Так и так! И вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке, выехали с тетей из ограды, а дед и бабка хотели еще раз подать нам руку. Как я сразу же вспомнил, что я это, я не простился за банкой, за банкой я не простился. И я выскочил из этого ходка и бегом в избушку. Манил, все облазил. Ну, нет за банки, нема. Ну, где ты подевалась, а? И я побежал в приамбарок. Там тоже нету. Ну, где ты е? И под сараем не было, ну, нигде. Эх ты! Наверное, к бане пошел. Он всегда сидит там возле черемухова куста своего. И если не ловлит птиц, то любит подсматривать за ними. Это за банка, как сквозь землю провалился. Я звал-звал, звал-звал его. Нету его. Вниз к бане шли дед с тетей. И я никак не мог понять, о чем они или спорили там, или еще чего. Но дед почему-то все размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тетя и с недоверием, и с недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону. А я сидел возле огурцовой гряды с огуречиками, сидел и плакал вместе с ними. Тетя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот, и он нисколечки не хуже, а даже лучше, потому что никуда не уходит. Эх ты, за банка! И тут меня подвел. До станции мы ехали весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях. Старых колеях и ямках. И нет-нет, да и нас тетя и обдавала ржавой водой, скрытой густым трелистником и ряской. Показывались из-за колен и поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроежки с тоненькими шляпками, синюшки, разнаряженные с красными щечками, мухоморы. А через них, мне казалось, прыгал и прыгал за банка. За банка! По дорожке с облаками. И вот, запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, нарябой от грязи машине я добирался в нашу деревню. После города дома... Дома ее показались мне маленькими махоньками, а дедов совсем покосился дедов дом. Ворот высоких, давно-давно старых, на которых прибитые гвоздями держались кружочки, солнца и полумесяца уже не было. Их заменил низкий заплот с отполированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддался ни жаркому лету, ни жгучим холодам, ни даже дождям. О, какой приамбарок! Крепкие бревна его все так же отливали красноватой медью. Дранье было целым, целехоньким. И только лиственничная кора, сбегавшая его, только она покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши застывшими лохмотьями. Дед так и не расставался со своими корзинками и коробами. А-а-а, коробочки с крышечкой. И он бросил на лавку, только что принесенную из леса лозу. Заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, шо со мной делать. Ну шо с тобой, Рубиты? И он говорил и говорил, говорил да и говорил. И вдруг осекся, вроде бы недовольный. Сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Шо, не подходи. И я растерялся. И тут выручила бабка. А ты про забанку спроси. Мне было уже двадцать три. И я едва вспомнил. Смешным показалось спрашивать про забанку. Да и нет его, наверное, уже давно. Дед мог обидеться. И я все-таки послушался бабку. А что, дед, забанка наш тогда так и не вернулся, что ли? Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, и взгляд его потеплел. Забанка! Не будет больше. Один забанка. Э, браток, мало ли вот котов. А он не такой. Обойди всю сторону, и не будет. Нет, не найдешь такого. Что-то еще совсем другое мучило деда. Но он молчал. А затаившийся в глазах горечь скрыть никак не мог. Дед мой посидел-посидел. Повернул ко мне голову и спрашивает. А ты хоть лет в медуницу помнишь? Ага. Ну-ну. А сходим, дед, в этот лес? Сходим? И дед почесал бороду, и будто самому себе и говорит. От як дойдет солнце, от жары деться негде. От дадим в самый раз, и ты. В лесу дед показывал, где какое дерево молния сбило, а какое срублено. Э, мал был, не упомнишь. Вот же рядом, а лубичу с тобой сбирали. А переход не знаешь? Не помнишь уже. Брусница там была, понад берегом. А найди, который год уже будто пал прошел. А бывало и пал пройдет. А с морду, да хоть что, пригуршными грибы. А-а-а. А еще давным-давно с дедом мы продирались по осиннику, что за покосом. По осиннику? Ну тогда как было? Нет-нет, да и оставишь где-нибудь шапку или штанину располосуешь. А потом мамка пришей. Бабка пришей. А мы шли. Дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропкой береза, да и спиленный кондач. И забелела длинная поленица дров. Дед сердитом отнул рукою. — Горосименок! Лесу ему не хватило. Ух, коршун! Да и только! Распекался дед. — До заимки руби не вырубишь. Так ты сюда полез. Ух ты! Волчины и ты глаза! Тут тебе и ягоды, и медуница, и все. А это что? Столько прута срезана и брошена. Столько охапок вон лежит споза того лета. Коню даже не увезти. Ну на что? На что воно тебе ему, а? Чтоб вас перун разбил. — Тьфу ты! Ну подожди ты у меня! Ну подожди! И все. Дед больше не мог говорить. И он молчал. И только лишь спотыкаясь на свежих пеньках и корягах, готов был плюнуть. А я и есть плюнув. Ну только и мог, что обзевал кого-то коршуками и вороньем. Всего-то. А вот он и лес. Лес медуница. И дед остановился возле поломанного изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давным-давно не собирали. Только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод. Немножко рябины, да и морожку. Дед растерянно поглядел на меня. Опустился на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом, одними только губами проговорил. Иди, иди. Смотри. А я... Я не пиду. От колдовского дедово царства ничего не осталось. Кто-то, видно, еще давно вырубил этот молодой лес на чистокол, да и на жерди. Кому-то понадобились и деревья потолще, и половина из них точно была вырублена. А росы медуницы нигде не было. И я вернулся к деду и сел на колодину. Дед стрепенулся, подсел чуть поближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил. Порубят тайгу, как есть порубят. И медуницу под корень. А не знаешь, за банка тут ходит. Только раз видел, годов пять тому будет уже. Молоньей залетел на ту вон лесину. Молоньей. И чё это такое? В доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь. Инженер к нам хлюстрос какой-то едет. И ораву с собой волочит. Постройка большая затевается тут. Камень бы вроде какой нашли. М-м-м. Каменюку. А по мне век бы его не было. Во веки веков. Ой, шо вытворяют? Шо вытворяют? До города порубку вытворяют. А такого красавца-строевика и вовсе никогда не будет. Лесь-то новый. Не вошёл ещё в силу. А вырублят весь. А так и помру. Только тихо и сказал дед. А инженера-прихвостня в болоте. Оттехрест. И не забуюсь. Не забуюсь я. Натерпелся я этих коршуков. Хучше одного задавлю. И дед отодвинулся. И так мы и сидели молча. Он глядел в одну сторону, А я в другую. Старик не знал, Что я и есть Тот самый инженер, Которого он и собирался топить В этом клюквенном болоте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok